бруклин продакшн представляет приветствую вас на канале опасная бритва бруклин продакшн меня зовут павел и сегодня у нас будет распаковочка что-то давно не было распаковочек на моем канале и вот сегодня у нас к нам пришла такая замечательная посылка специально для канала все заказывалось ну и конечно для себя для коллекции понятное дело но в первую очередь для канала для того чтобы посмотреть попробовать поиграться и вообще ощутить весь класс винтажных станков здесь ребята находятся винтажные станки различные на картинке они были в таком состоянии более менее хорошим сегодня посмотрим какие они есть в жизни но естественно их придется почистить помыть перед использованием в общем продавец молодец отправил приоритетная почта написано priority mail за пару дней ко мне прилетела посылочка значит возьмем любимый ножичек мечту романа пастухова ножек попугайчик надеюсь скоро рома твои мечты сбудутся и у тебя будет такой же замечательный ножек для распаковки китайский попугайчик красивый очень острый керамический так что всем рекомендую для того чтобы вскрывать маленькие посылочки если вы это делаете конечно часто если не часто можно обычным ножиком так просто лайфхак небольшой для того чтобы вы поняли что никто тут не голосует за красную армию значит сегодня пришла вот такая вот замечательная посылка большая то что я заказывал сейчас мы все это дело откроем видите как очень просто режет внутри находится еще коробочка приоритетной почты сейчас мы это все дело откроем спокойненько ненавязчиво все как мы любим опа тут еще одна коробочка находится в которой сложили эти коробочки можно взять на почте совершенно бесплатно все запечатано все красиво опять так как же его открыть чтобы без шума и пыли сейчас откроем можно было конечно дернуться и ручок мы не ищем простых путей мы открываем просто и доступно вот такой вот шикарный набор вот так вот все запечатано запаковано здесь находятся раз два три четыре станка так лишний мусор убираем четыре до четыре станка еще винтажные лезвия начнем по порядку давайте их выложим чтобы видно красиво все в коробочках все прекрасно очень достойный продавец все делал красиво упаковал очень много пыли так вот это вот станочек ради которого затевалась эта покупка отложим его напоследок первое что мы посмотрим это вот эту коробочку небольшую такую сделано а тут не коробочка тут просто завернутая в пупырку так что у нас здесь завернута здесь завернуты по елке палке так вот это старт сингл эйдж рейзер плейт верни плейт односторонние лезвия с одной стороны заточены скажем так и у нас их имеется пять штук это практически пачка для станка который г-образный станок для г-образного станка новые лезвия видите но они винтажные просто ими никто не пользовался сделано в сша бруклин нью-йорк вот так можно поближе бруклин нью-йорк с 1880 года компания выпускает лезвие не знаю сколько лет этим лезвием но по моему они очень винтажные во всяком случае новые это уже радует так стар 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 очень классно и приятно потом следующее что у нас идет это мы тоже выкидываем так здесь находится лезвие вот тут лезвие скорее всего это все юст как они вынимаются да юст я даже не хочу их вынимать персона в такой железной упаковке для коллекционеров вот может кому интересно у меня они попали просто случайно в виде лота и вот эти лезвия я еще разберусь как их правильно вынимать чтобы не порезаться две упаковки может быть кому интересно для коллекции для тех кто собирает лезвие тоже интересные лезвия в таком плане сделано опять же таки в сша american safety razor company нью-йорк нью-йорк сделано опять же в нью-йорке очень приятно местного производства винтажные лезвия так откладываем их тоже в сторону так следующее что у нас нам встречает первый станочек жилет жилет сейчас мы его откроем как он открывается вот так просто открывается состояние в принципе хорошее рабочий обычный обычный жилет винтажный годов наверное шестидесятых может семидесятых тут надо будет на крышке посмотреть дату изготовления здесь если есть код производителя то можно посмотреть сейчас не очень это видно сейчас это все не очень видно но потом я почищу посмотрю такая бабочка жилетовская очень приятная красивая и в очень хорошем состоянии то есть самое главное которое можно привести в более лучшие чувства и пользоваться так и главное есть родной куплярчик тоже приятно так следующее возьмем вот эту коробочку вот эта коробочка тоже это жилет тоже жилет а ручка не знаю как голова этого станка но ручка очень от старого станка я думаю что здесь все родное но голова что-то сильно отличается от ручки сделана в США в очень хорошем состоянии нижняя плита крышка достаточно такая полированная немножечко поцарапанная ну а ручка мне кажется все таки от другого жилета но она такая более старшего возраста или она потемнела от того что эта ручка может быть скорее всего были некоторые станки посеребряные сверху как бы покрыты серебром или тут нет тут просматривается покрытые золотом были покрытые золотом были желтенькая просматривается но во всяком случае можно будет почистить посмотреть ну а нижняя плита в принципе в идеальном состоянии а крышка немножко поцарапанная может ее немножечко отполировать или лучше ее даже не трогать для того чтобы не снять покрытие станок рабочий так это уже приятно следующая коробочка которая меня тоже интересовала такая тяжелая коробочка такой напоминает коробочки с этих вот знаете с хирургических различных с медицинских такая вот как она открывается здесь ага здесь пимпочка и вот такой вот миниатюрный станочек джем сингл эйдж сингл это значит с односторонней вот односторонний станочек г-образный очень интересный все родное так что здесь за коробочка сейчас посмотрим коробочка ага здесь коробочка и тут еще идет лезвие ну лезвие уже по-моему вскрытое нет запечатанное запечатанное тоже лезвие лезвие такое плотненькое отлично это для хранения лезвия ну тоже надо будет все почистить все такое грязное что даже сильно в руки брать не хочется значит наш станочек малыш красавец такой если видно на камеру сейчас мы посмотрим джем бруклин нью-йорк made in usa я не знаю как это видно на камеру сейчас попробую в разных позициях вот так вот вот профиль станка этого г-образного вот такой вот винтажный станочек я не знаю где-то наверно годов тридцатых сороковых вот я так предполагаю точно не могу сказать станок в принципе в отличном состоянии единственное что опять же таки его надо почистить какая-то зеленуха пробивается но это все от времени от лежания а как он открывается интересно сейчас посмотрим ага просто открывается крышка здесь тоже написано кучу всего надписи вот таких вот ага видно да на камеру blades джем дамас дамаскин какой-то дамаскин blades вот такая гребеночка очень-очень смотрится очень солидно оригинально и закрывается плотненько прижимается все работает все отлично осталось только его помыть почистить и будет все очень здорово так это хорошо этот станочек я могу поздравить рому пастухова этот станочек после чистки поедет в Рязань для того чтобы рома им побрился все таки хочется человека приучить бритью винтажными станками американскими из бруклина не то что он там бриться каким-то таймлессом вместе со мной конечно а и какими-то рапирами нет ребята будем бриться джемом джем такой оригинальный станок так теперь у тебя в коллекции есть вот такой вот джем осталось только немножечко преодолеть шесть с половиной тысяч километров и будет чистенький красивый станочек так что я тебя тоже поздравляю удачное приобретение было мое и тебе хороший подарок и самое главное это удачное приобретение для самого канала канала по бритью винтажные станки это очень интересно для всех будет посмотреть потому что винтажные станков много есть как они работают это очень интересно так и станочек который меня интересовал в первую очередь из-за которого все это затевалось это такой станочек в золотом исполнении покрыт 22 каратным золотом практически чистым золотом как он открывается так не знаю так это что эти какие-то штучки вертелки должен просто открываться ага вот очень все просто тут такая штучка оп и сюда кладется лезвие двухстороннее лезвие как я понимаю и прижимается что здесь написано здесь много чего написано king видно да на камеру king razor какие-то патенты а за какая-то информация ну все что нам нравится made in usa это станок мне нравятся всякие надписи всякие нам это привлекает и вот производители которые не понимают в деле производства станков что пользователи и в первую очередь коллекционеров этих станков привлекают такие вот надписи цифры патенты где произведено зачем произведено и вообще станок в идеальном состоянии с учетом того что ему уже где-то порядка он конца сороковых годов достаточно много ему лет лет восемьдесят наверное да и мне очень нравится очень красивый будем разбираться чистить его еще раз давайте посмотрим как он открывается вот эта штучка так вот раз он открывается вот зачем вот эти штучки нужны вертелки она как-то вертит видите ездит такая вот вещь непонятно непонятно зачем эта штучка ездит может как-то прижимает лезвие когда ты лезвие кладешь потом раз он находит свою точку опоры и прижимает ну надо посмотреть может к нему шли еще и родные лезвия станок легкий внутри пустотелый покрыт еще раз говорю 22 каратным золотом то есть чистое золото это 24 карата это 22 так заявлено производителями было и так я нагуглил скажу вам проще ну что ребят сегодня у нас вот такое было замечательная распаковочка всякие разные штуки прибамбасики будем разбираться делать изучать лезвие станочки в общем я сегодня очень доволен эти все покупкой и приобретением для канала скоро ожидается интересная распаковка забегая вперед пока еще не пришла в нью-йорк но ожидается так что ребята на сегодня вот такая вот посылка для канала всего вам хорошего не забываем ставить лайки подписываться на канал и оставлять комментарии под видео что вам интересно может быть что то интересно приобрести для канала какой то интересный станок вещь скажите напишите и я посмотрю как у нас происходит это дело на аукционах может приобрету всем спасибо за внимание до новых встреч увидимся на канале пока спасибо за просмотр до новых встреч до новых встреч и до новых встреч Продолжение следует...